Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 августа, к нам уже пришла осень, я снова хожу в меховой тужурочке. Казалось бы, совсем недавно в мае ходила в меховой тужурочке, вот быстро пролетело лето, наступила осень. Видите, что у меня уже полугорода убрано, вот это, которое раннего срока созревания уже даже выдернуто. Ну, короче, все от плодоносила, там уже самые-самые-самые остатки, скоро мое томатное рабство закончится. Но я не могла не поговорить о томатах, которые самые-самые болезненноустойчивые. Многие спрашивают, а какие вот томаты, ну, не подвержены болезни или самые там, менее всего подвергаются болезням. Это очень важная тема, и несмотря на то, что я сильно-сильно занята, я сейчас вам расскажу об одном сорте, который я сама установила, что он болезненноустойчивый. Потому что, смотрите, какая у нас ситуация. Вот какие томаты самые болезненноустойчивые, как это узнать? При покупке семян мы, сразу скажу, что мы никак не узнаем. Даже информация, которая на пачке указана, иногда там пишут, что не подвержен фитофторе, она не всегда подтверждается. И проверить это можно только опытным путем. То есть посеять, вырастить и посмотреть, заболеет он или нет. Но посмотреть можно только осенью. Я вот вам скажу, что сейчас, в такой период, когда уже холодно, когда все томаты или от старости, вот эти вот уже отплодоносили они, или от старости засохли, или от каких-то болезней, есть сорта, которые выглядят так же прекрасно, как и летом. Я вот сейчас вам расскажу об одном сорте. У меня есть сорт очарование. Он в каталоге под номером 70. Я подробно о нем расскажу и покажу, как он выглядит в то время, когда все остальные кусты уже или почернели, или посерели. Но, как я говорю, или от старости, уже от холода, от того, что холодные росы, от того, что вот такие дожди. У нас всю ночь лил дождь, сегодня утром лил дождь. Вот сейчас только перерыв настал. Я вышла, чтобы убрать лотки. Вот видите, вчера бросила, не хватило сил, чтобы занести лотки с томатами, которые немножко недозрели, которые я буду на хранение укладывать. Сейчас мы пройдем в другую часть огорода, где у меня растет очарование. Я вам покажу, как он выглядит. Вот я специально отошла подальше, чтобы вы увидели, как говорится, почувствовали разницу. Вот смотрите, все кустики какие-то черненькие, невзрачненькие, все уже засыхают. Ну, как я говорю, кто-то отплодоносил, кто-то уже от холода, от всего. И видите, вот это вот зеленое, стоит огромный такой зеленый пучок, как пальма. Вот это сорт очарования. У него свежий зеленый лист, он такой же, как летом. И казалось бы, что ему осень даже не страшна. Вот сейчас я издалека вам показала, теперь подойдем поближе, и я расскажу вам о нем. Подойдя поближе, мы все видим, что зеленые, ярко-зеленые кусты. Выращивались они все в одном и том же, ну, в одних и тех же условиях. Ясно, что никто его не обрабатывал, никто его специально не подкармливал. Тут у него еще место такое неудачное, видите, тут уже соседская баня, тут у меня вот вишневые, вишни заросли. И тут у него немного тень, поэтому он у меня начал позже чуть-чуть созревать. Но дело в том, что для другого это было бы, как говорится, смерть, что в тени, да еще вот сейчас холод, дождь. Этому сорту все ни почем. Вот я сейчас характеристики расскажу, потом буду вам показывать. Вообще он считается среднеспелый. Но у меня, так как он здесь всегда, как сказать, на самом краешке выращивается, потому что он очень большой, в средину я его не высаживаю, он загораживает другим. Он большой и такой, если его не посынковать, он объемный такой куст. Поэтому я его всегда с краю выращиваю, и он у меня получается как познеспелый. Он начинает у меня плодоносить, но созревать вместе с дебарао. Они чем-то похожи, и также высотой, таким же размером этих томатиков. Но это, конечно, совсем другой сорт. Повторюсь, он среднеспелый. И что самое главное преимущество, подходит для регионов с холодным климатом. Он, конечно, индотерминатный. Вы уже видите, что он с неограниченным ростом. И вот это слово индотерминатный, он оправдывает в полной степени. Он растет, 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 растет. Сейчас он выше меня, я 1,65 м. Производитель указывает, что он может быть 1,90 м, 2 м, 10 м. Но у меня были времена, когда он вырастал по 2,5 м, когда лето, ну такое продолжительное, осень теплая. Он растет, растет и растет. И вы видите, там еще до сих пор цветочки. Я ничего с ним не делаю. Но вообще, для того, чтобы ускорить созревание, рекомендуется, конечно, его прищипывать в верхушку. Дорос, например, 1,70 м, все прищипываете, тогда нижние кисточки будут раньше созревать. Вот эти вот кисти, они еще, которые незрелые, но я их оставлю, я думаю, что они так созреют. Вот из-за такого огромного вот этого роста, из-за высоты 2 метра, на протяжении всей этой продолжительной, ну вот это вот, все увешано кистями, он имеет огромную урожайность, но не огромную, а хорошую. 5 килограмм с куста. Обычно ведь указывают у нас на квадратный метр, вот 5 килограмм на квадратный метр, 7 килограмм на квадратный метр, где высажено, например, 3 или 4 или 2. А тут с одного куста, вот с такого огромного, длинного, можно собрать 5 килограммов плодов. И еще, эти плоды, они у меня вызревают не все, но я уже, как говорится, все опытным путем это узнала. Они хорошо хранятся, так как они плотненькие такие, они идеальны для консервирования, а те, которые идеальны для консервирования, они у нас хорошо еще хранятся. Которые плоды не вызревают, я не расстраиваюсь, я их сейчас все обберу, спущу в подвал и буду постепенно в течение зимних месяцев их кушать, как и в прошлом году. Конечно, подвязка обязательно. Я вот сейчас перед тем, как снять, может быть, вы видите, дополнительно железный штырь поставила, потому что у нас была буря ураган ночью, и его вместе вот с этим сколышком, со всем обилием вот этих кистей, его завалило из-за тяжести вот именно куста, его завалило на землю. Я вышла утром, думаю, о, кинозвезда, которую я хотела снять, уже валяется. Мне пришлось железный штырь вставлять, еще раз верхушку подвязывать, чтобы не сломалось. Поэтому подвязка обязательно, я считаю, вот это единственным недостатком этого сорта, что он вырастает огромный, что его нужно подвязывать. Про посынкование, производитель рекомендует посынковать, но я скажу так, что это дело добровольное. Я оставляю, хотя написано, что его лучше всего в 2 стебля, я оставляю и 2, и 3 стебля, так как они мелкие. Они мельче уже не будут, вес, ну, примерно 100-110 грамм. И даже если будет 3 или 4 стебля, короче, я с ним поступаю так же, как со штраухом. Я же штрауха вам показывала, что оставляю все, что растет, и вот это все кистями улеплено, пусть будет столько, сколько есть. Так, все сказала, подвязка обязательно, посынкование это по желанию. Сейчас я подойду еще ближе. Я вот сейчас начала срывать плоды и не унесла, чтобы показать вам. Сейчас будем про плоды подробно. Вот сейчас я подошла вплотную, вы видите, что плоды у нас собраны в кисти. Вот они идут, 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 идут. И в течение вот всех по длине 2 метров они идут, идут и идут. Сейчас я к спелой подойду. Они собраны в кисти, и причем, ой, кисти-то такие, смотрите, какие кисти. Кисти тяжеленные. Я вот эту начала обрезать, 2 помидорки еще отвалилось. До 14 вот таких вот томатов может быть в одной кисти. Конечно, очень декоративно выглядит, особенно когда созреет. Видите, вот какие они висят такие прям, ломти. Но у меня, я еще раз говорю, у меня здесь тень, и у них созревание началось позже. Вообще, конечно, из-за того, что он такой длинный, очень продолжительное плодоношение прямо до морозов. У меня всегда, я самый последний его убираю, раз он к холоду устойчив. До самых морозов созревает, созревает. Подойду, кисть срежу, ушла. Еще 2 кисти срежу, или можно штучно просто. Видите, что плоды красивые такие, ярко-оранжевые. Они сладковатые, такие с кислинкой. Ну, как я уже говорила, вот эта нота кислинки, заметна она будет или нет, это зависит от степени зрелости. Конечно, если вот такой вот томат покушаете, он будет более кислый. А если вот этот прям темно-оранжевый, он будет более сладкий. И, я уже говорила, 100-граммовки, они все такие, как одинаковые, 100-граммовые, не бывает уродливых. В грозди до 14, с 6 до 14 штук. Идеально для консервации, идеально для длительного хранения, идеально для детского питания. У него очень много достоинств, у этого томата. И знаете, что оранжевый, он с повышенным содержанием кератина. Могут есть те, которые с желудочно-кишечным трактом, и все в порядке, кому нельзя, красные, и все. И еще сорт, он выносливый к продолжительной засухе. Вот в этом году у нас была жара, помните, я говорила, все жара, жара, жара. Поливы не очень такие, ну как, не оптимальные были поливы, не такие, какие надо. Но он все равно, во время жары, я вам сейчас показывала, сколько кистей, он завязывает все кисти, и у него нет, как сказать вам, пропусков в этих. Вот если кисть, у него вот она, видите, вот если кисть, то все, она полностью формируется, все одинаковые, все целые. И пустых нет. Это очень хорошее качество томата, особенно для наших проблемных регионов. Вот я живу в сибирском регионе, у нас то весной холодно, летом жарко, значит, жару он выносит нормально. Также хорошо переносит длительные периоды похолоданий. И в это время он тоже хорошо завязывает плоды и формирует. У него нет пропусков. Короче, и жара, и холод ему нипочем. И еще, начала я с того, что какой самый болезньоустойчивый. По внешнему виду мы видим, что этот томат, он болезньоустойчивый, потому что у него самая зеленая листва, а как я говорила, что листья это показатель, это индикатор здоровья растения. И ни разу, конечно, у меня не было на нем ни вершинной гнили, ни разу на нем не было фитофторы. Он очень долго, до самого позднего периода, до самой зимы, сохраняется в хорошем, свежем состоянии. И вот исходя из всего вышесказанного, вы уже поняли, что сорт очарования неприхотливый и очень урожайный. И еще немаловажно, что это сорт, а не гибрид. Хотя он похож на гибрид, он вот такие выровненные плоды, как гибридные. Но это сорт, и семена можно с него собрать и потом сеять много-много лет, лет 5 точно, если в этом году, например, соберете. Томат не коллекционный, это простой томат. При желании вы сможете найти его и купить в магазине, если будете спрашивать. Я когда-то покупала в такой, в простой, белой, даже не помню фирму, пачки на развод. У меня он в каталоге под номером 70, если захотите, можете потом еще почитать какую-то информацию. Но вообще, я, конечно, начала с того, что он, как сказать, болезнеустойчивый и неприхотливый. Вот видите, он до сих пор, сейчас у меня, вот они, они, крошки, хаврошки, сейчас подождите, до сих пор завязывает плодики вот эти. Если не будет ранних морозов, то еще будет много-много-много вот здесь томатов. И все, кто понимает, хоть чуть-чуть в томатах, видят, что если в это время вот такая зеленая, свежая листва, тем более у нас в открытом грунте, где и холодные росы, где сейчас дожди, где сам хозяин стоит в меховой тужурке, а томату все ни по чем, вот это уже доказывает на опыте, что этот томат из всех, вот по крайней мере, из всех прошлогодних моих посевов, это самый болезнеустойчивый. Правда, нынче еще там образовался, у меня вот хорошо ведет американец полосатый шоколад, сейчас тоже там стоит вкус зеленый и еще вовсю растет, не беда, что там холодно, но это я про него в другой раз расскажу, сейчас вот знакомлю вас с сортом очарования номер 70, индетерминатный, очень-очень высокий, вот где я кончаюсь, заканчиваюсь, дальше еще он растет, и он еще хочет расти, цвести, все, до свидания. Вот так и узнаем, какой томат самый болезнеустойчивый подходишь, когда холод, когда дождь, когда самому уже охота одеть валенки, а томат, если цветет и растет, значит он болезнеустойчивый.